Привет всем, с вами Юрий Дмитрий Ворошенко. Сегодня поговорим о подаче заявления о выделении квоты в марте 2020 года. По информации от Управления по вопросам миграции, прием заявления о выделении квоты на выдачу разрешения на временное проживание, то есть на РВП, будет осуществляться в ГУМВД России по городе Москве. Это город Москва, 64-й километр Варшавского шоссе, то есть ММЦ Сахарова. Прием заявлений в марте 2020 года будет производиться 2, 3, 4, 5, 6 марта. Это дни приема, значит, часы приема заявлений на квоту со 2 по 5 марта, то есть с понедельника по четверг, это с 9 до 17, в пятницу 6 марта с 9 до 16. Место приема МЦ Сахарова в квот номер 1 для ВКС, то есть для высококвалифицированных специалистов. Заявление печатается с двух сторон, сам бланк по себе заявления вы можете найти на моем канале, в сообщество раздел, пролистать и найдете материал по квоте, там будет ссылка для скачивания. Распечатывать бланк нужно с двух сторон, подписывать его уже лучше при инспекторе и поставить дату. Сам по себе бланк внимательно заполняйте, особенно касается близких, родственников, то есть это супруги, супруг, супруга, дети, родители, особенно если есть граждане Российской Федерации, есть у которых РВП, вид на жительство. Это как бы все складывается к тому, что воссоединение с семьей и другие моменты, то есть это плюсы для все-таки выделения квоты. Обратите внимание на мотивы, то есть действительно те мотивы, которые, если там оформление гражданства, получение образования, постоянное проживание, то есть это тоже обратите на это внимание. Также по еще двум моментам, это годовой доход, его также указывайте с учетом 2НДФЛ, с учетом официального заработка, с учетом каких-то дополнительных сбережений, доходов и так далее. То есть тем самым показать, что, во-первых, он не должен быть, естественно, меньше прожиточного минимума, в Москве, если округлить 20 тысяч рублей, то есть умножить на 12, и получаем 240 тысяч годового дохода, то есть не меньше 240 тысяч. И в том числе это покажет ваше намерение того, что вы готовы здесь работать, зарабатывать, платить налоги, ну и так далее. И последний момент по образованию тоже пишите, указывайте те дипломы, которые есть, не обязательно, естественно, российские, потому что по-российским мы имеем право обратиться за РВП, но они должны быть государственные. Если у вас российский диплом негосударственный или он диплом из стран СНГ, из визовых стран, то тоже указывайте тот диплом, который наиболее высший. То есть если это высшего образования, магистратура, бакалавриат и так далее, естественно, указывайте сведения по этим дипломам, это покажет вашу квалификацию. И потому что сейчас политика Российской Федерации, как мы видим, все об этом говорят, то есть направлена на привлечение трудоспособных граждан в Россию. Поэтому внимательно очень заполняйте заявление, там, в принципе, все достаточно просто. Главное заполнять все правильно, так как исходя из ваших документов. К самому заявлению, которое вы распечатаете с двух сторон, прикладывается, естественно, материальный перевод паспорта, вы берете с собой паспорт иностранный и также копия миграционной карты и миграционный учет, то есть регистрация. Эти документы нужно действительно положить к заявлению. Если вы превышаете режим 90-180, то у вас должно быть предупреждение трудового договора либо патентом. Можно приложить, естественно, дипломы, можно приложить, например, свидетельство о праве собственности. Все это комплексно идет уже для того, чтобы вам одобрили эту квоту, потому что это все-таки лотерея, и здесь чем больше будет плюсов, чем больше будет приложения, тем действительно больше шансов, что вам ее выделят. Но, опять же, зависит все от инспектора, потому что главных это фактически 4 документа. Это само заявление, это паспорт, иностранный паспорт, инотериальный перевод, это миграционная карта и его давление о пребывании, то есть регистрации. Вот это главное. Остальные уже второстепенные, которые могут принять, могут не принять, зависит, опять же, от инспектора. Желаю вам успехов в решении этого вопроса, в получении квоты в Москве. Еще раз напомню, что заявление на квоту будет принимать со 2 по 6 марта, со 2 по 5 марта с 9 до 17, 6 марта с 9 до 16 в порядке живой очереди в ММЦ Сахарова. Спасибо, что посмотрели данное видео. Подписывайтесь на канал. Есть вопросы в комментариях, все контакты мои в описании для индивидуальных вопросов. Всего доброго вам, успехов!